В этом видео вас ждут хитрые загадки и головоломки. Некоторые из них могут показаться простыми, однако не торопитесь с ответом и подумайте хорошенько. Правильный ответ может вас сильно удивить. В комментариях традиционно поделитесь своими результатами. Накануне в городе было совершено дерзкое преступление. Кто-то пробрался ночью в здание банка и скопировал с компьютера данные нескольких тысяч клиентов. Опытный детектив знал, что данное преступление мог совершить только один человек. Полицейские пришли с ордером на обыск в квартиру Марии. Она открыла дверь и, увидев полицейских, быстро закрыла ее. Через несколько минут полицейские выломали дверь и проникли в квартиру. Но обыскав все вокруг, в том числе саму подозреваемую, они не нашли флешку с украденными данными. Однако опытный детектив все же догадался, куда Мария спрятала флешку. Как детектив догадался и где флешка? Детектив заметил, что когда Мария открыла дверь первый раз, то ее волосы были распущены. Однако, когда полицейские выломали дверь, то волосы на голове подозреваемой были уже забраны. Так детектив понял, что Мария спрятала флешку у себя в волосах. Ставьте лайк, если ответили верно, и идем дальше. Сейчас будет очень непростая головоломка, так что приготовьтесь. Фермер нанял работника, чтобы тот выкопал ему колодец, и обещал, что в конце каждого дня будет оплачивать работу золотом. На то, чтобы выкопать колодец полностью, у работника уйдет ровно 7 дней. Но у фермера есть проблема. У него есть один большой золотой слиток. Но инструмент для того, чтобы его разрезать настолько старый, что фермер может сделать только два надреза. Как же быть фермеру, чтобы после каждого дня отдавать работнику по одной седьмой части слитка? Итак, это головоломка, где нужно было хорошенько использовать логику. Изначально слиток нужно распилить на три части. Одну седьмую, две седьмых и четыре седьмых. И затем с помощью них каждый день отдавать работнику одну седьмую часть. Первый день. Отдать одну седьмую часть слитка. Второй день. Отдать работнику две седьмых и забрать у него одну седьмую слитка. Третий день. Снова отдать одну седьмую часть слитка работнику. Четвертый день. Отдать четыре седьмых слитка и забрать на сдачу одну седьмую и две седьмых части слитка. Пятый день. Опять отдать работнику одну седьмую слитка. Шестой день – отдать работнику две седьмых части и забрать у него одну седьмую часть слитка. Седьмой день – отдать работнику оставшуюся одну седьмую часть. Таким образом, фермер выполнит все условия договора. Хитрый пират совершил множество ограблений королевских кораблей. Долгое время его никто не мог поймать. Однажды королевские солдаты все же смогли схватить пирата. Король решил расстрелять его. Однако хитрый пират предложил королю сделку. Он сказал, что будет сам руководить собственным расстрелом. И если вдруг солдаты не смогут это сделать, то король должен будет его отпустить. Король согласился. В итоге пират оказался на свободе. Как он это сделал? Пират не зря славился своей хитростью. Он собрал всех солдат и поставил их по кругу. А сам встал в центр этого круга. Когда он дал команду солдатам открыть огонь, то никто не решился этого сделать, так как мог попасть в солдата, стоящего напротив. Таким образом, пирату удалось спастись. В мире случился зомби-апокалипсис. Четверо друзей спасались бегством из города и оказались перед темным тоннелем. Чтобы не рисковать жизнью сразу всей группы, было решено идти по два человека. При переходе им потребуется нести с собой фонарь, чтобы освещать себе путь. При этом у группы есть всего 12 минут, чтобы зомби их не догнали. Диме потребуется для перехода 1 минута. Коле 2, Анне 4, а Оле 5. Как группе перейти тоннель и успеют ли они спастись всего за 12 минут? Правильный ответ. Первым через тоннель должен перейти Дима и Коля. Это займет 2 минуты. Затем Дима возвращается и отдает фонарь девушкам, чтобы они перешли тоннель за 5 минут. Коля возвращается к Диме и они оба переходят тоннель. Все вместе они уложились ровно в 12 минут, а значит им удалось спастись от зомби и перейти тоннель. Сотрудники безопасности аэропорта получили анонимную информацию о том, что на одном из прибывших рейсов находится опасный преступник. Он попытается проникнуть в страну по поддельному паспорту. Полицейские задержали двух подозреваемых. У обоих из них попросили показать документы. Посмотрите на них внимательно и скажите, чей паспорт поддельный. Правильный ответ. Вне зависимости от того, гражданином какой страны является человек, в его паспорте должна быть фотография без фона, а значит паспорт второго подозреваемого поддельный. Том работал охранником на одном из популярных морских пляжей. Однажды к нему прибежала девушка и заявила, что ее ограбили. Том вместе с потерпевшей пришли на место преступления. Девушка рассказала, что здесь на полотенце лежала сумочка с ее вещами. Пока она наносила солнцезащитный крем на тело, то не заметила, как кто-то забрал ее сумку. Том внимательно осмотрел место преступления, но, к сожалению, не смог обнаружить никаких улик. Рядом с местом, где лежала девушка, не было никаких следов, кроме ее собственных. Том задержал четырех человек, которые были рядом с местом преступления. Посмотрите на них внимательно и скажите, кто совершил кражу. Самое внимательное из вас заметили у одного из подозреваемых удочку. Ловить рыбу на пляже, где купаются люди, довольно глупое занятие. Зато с помощью удочки можно зацепить и украсть сумку на расстоянии. Поэтому рядом с местом преступления были только следы потерпевшей. В городе произошло ограбление банка. Были похищены несколько крупных алмазов. Дорожным полицейским были разосланы приметы грабителя. Через несколько часов инспектор остановил автомобиль с подозрительным водителем. Обыскав весь автомобиль, он ничего не нашел. В багажнике у водителя были только ящик с бутылками. Он сказал, что везет вино в подарок другу. Водитель достал одну из бутылок и показал инспектору. Посмотрев на нее внимательно, инспектор заподозрил, где именно водитель везет алмазы. И через несколько минут нашел их. Где же именно грабитель перевозил краденные алмазы? Как и в большинстве детективных загадок, здесь было важно внимание к деталям. Достав одну из бутылок, инспектор заметил, что она заметно ниже, чем бутылки, стоящие в ящике. На дне ящика под бутылками было специальное пустое пространство, куда похититель и поместил похищенные драгоценности. Во время путешествия по Европе Тома похитили бандиты. Он провел в плену несколько дней. Однажды ему удалось выбраться и добежать до маленького самолета, который принадлежал грабителям. К счастью, у Тома были навыки пилота. Он сел в самолет и полетел. В полете он понял, что у него практически нет топлива и придется прыгать с парашютом. У Тома есть три варианта. Приземлиться рядом с извергающимся вулканом в Италии. Приземлиться в диком лесу в Германии, где водятся голодные волки и медведи. Приземлиться прямо в море в Австрии. Вода в нем очень холодная, а Том плохо плавает. Какой из вариантов выбрать Тому, чтобы спастись? Это была загадка с подвохом. Применив элементарные знания географии, вы ответили верно. Дело в том, что на территории Австрии нет моря. Так что Том может спокойно приземлиться там. И еще одна детективная загадка. Рано утром в кабинете директора музея произошло ограбление. Кто-то открыл сейф и с помощью дубликата ключа украл старинный алмаз стоимостью несколько миллионов долларов. Полицейский прибыл на место преступления и определил трех подозреваемых. Ими оказались двое охранников и уборщица. Полицейский собрал всех подозреваемых в кабинете и сообщил о том, что из сейфа был похищен алмаз. Первый охранник рассказал, что у него нет и никогда не было доступа к ключам от сейфа, поэтому он не мог совершить ограбление. Второй охранник признался, что он спал в то время, когда примерно было совершено ограбление. Уборщица рассказала, что она убиралась в другой части музея в этот момент, так что не имеет отношения к ограблению. После допроса полицейский арестовал грабителя. Кто же им оказался и почему? Если вы были так же внимательны, как детектив, то обратили внимание на показания первого охранника. Полицейский рассказал лишь то, что из сейфа был похищен алмаз, но не уточнил, что сейф вскрыли именно ключом. Ведь это могли сделать разными способами. Однако первый охранник рассказал, что у него не было доступа к ключам от сейфа. А значит он знал, что ограбление совершили именно с помощью дубликата ключа. Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом.